Привет! Меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизвладимый след, и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов. Три задачи из интересной книги». Сегодня у нас в гостях Элияху Голдрат с книгой «Цель. Процесс непрерывного совершенствования». Одна из пяти лучших книг в моем субъективном рейтинге в этом году. Про Элияху нужно знать две вещи. Во-первых, именно он является автором теории ограничений, методологии управления системами в различных видах бизнеса, базирующейся на поиске и управлении ключевыми ограничениями системы, которая как раз и предопределяет успех и эффективность всего процесса в целом. Эта теория в середине 80-х годов, по мнению многих экспертов, произвела настоящую революцию в производственном секторе США. Во-вторых, это не точно, но есть ощущение, что прообраз физико-ионы из книги, который своими знаниями, вопросами помогает главному герою, директору завода Алексу решить накопившиеся проблемы на производстве, избежать закрытия и значительно улучшить свои финансовые показатели, даже стать в конце книги, внимание, спойлер, директором всего филиала. Так вот, вот этот прообраз физико-ионы как раз с Ильяху и был, собственно, срисован. Задим только вот этот спойлер, можно подписаться на канал незамедлительно, а то я сейчас вам наговорю еще 300 бочек арестантов. На колокольчик тоже жмите, пожалуйста, комментарии пишите и палец вверх ставьте. Я пока немножечко к Янти плесну себе в бокал. «Одно из лучших вин для зимнего буднего вечера декабря», потому что, если вы смотрите обзор не в первый раз, то знайте, что нет ничего лучше, чем хорошая книга и вкусное вино в один и тот же момент времени. Пока дышит вино, нужно отметить, что Голдер был основателем компании, которая продавала программные комплексы для решения проблем на производстве, согласно вот этой самой теории ограничения, которую он придумал. И по его собственному свидетельствованию книга «Цель процесса непрерывного совершенствования», она была написана как маркетинговый инструмент, заставляющий директоров производственных бизнесов, заводов и всех вот этих вот вещей в Соединенных Штатах по-другому взглянуть на теорию ограничений, купить продукт, который он производит и начать новую страницу успеха уже вместе с решениями от этого самого Голдерта. Маркетинговые коммуникации длиною в книгу. Вся книга в одном предложении. Если вам не нравится, как идут дела в вашем бизнесе, то соберите всех, выработайте единую задачу, найдите все ограничители и узкие места, перенастройте их и будьте готовы делать это снова и снова и снова и снова и снова и снова. Потому что ваша истинная цель – это непрерывное совершенствование всех процессов, которые делают вас и ваш бизнес лучше день от дня. Ну и да, книга в формате бизнес-романа или, как назвал его сам Голдер, производственного романа позволяет переживать всем участникам от первой строчки до последней и нервничать, когда от главного героя в разгар его проблем с бизнесом уходит жена. Давайте попробуем собрать выжимку полезностей из книги и вместить их в 10 фактов, 3 задачи, 600 секунд. Когда книги очень-очень хорошие оставляют действительно неизгладимый след, мне крайне сложно обычно это делать. Факт первый. Работа с единой целью. Суть в том, что крупные компании, как правило, состоят из множества структурных подразделений и каждый отдел и сотрудник должен, ну не должен, он имеет ограниченные какие-то свои обязанности. Большая часть персонала выполняет вот эти свои обязанности и действия бездумно, интересуется своим участком работы, им не важно, что происходит за соседним столом, в соседнем отделе и в целом со всем бизнесом. Для улучшения производительности все действия сотрудников должны быть направлены в одно русло, говорит нам Ильеху. Для этого нужно правильно поставить цель. Даже если речь идет не о крупном заводе, если речь идет о вашей небольшой фирме, которая состоит из 3-5 человек, все это справедливо. Потому что, во-первых, все участники должны быть засинхронены и за синхронность отвечает единый понятий на аппарат. А второе, конечно же, у вас должно быть единое понимание общей цели. Потому что вы все вместе работаете над какой-то задачей для того, чтобы что. И до тех пор, пока ваши ответы разнятся, вы к этой цели не очень сильно приближаетесь. И тут один из самых важных дисклеймеров книги сразу в первом факте. Хоть весь бизнес-роман крутится вокруг повествования и производственных процессов завода, который выпускает какие-то условные детали, все, что происходит в сюжете, оно живо откликается в 2020-м у людей, которые не один год потратили на работу в сфере услуг или IT, или в каких-нибудь непроизводственных бизнесах. Все потому, что теория ограничений, она предлагает также более общий системный подход к поиску и снятию ограничений, который может быть применен не только на заводе, но и в других самых разнообразных системах. Этот подход состоит из последовательного построения аналитических схем и проверки гипотез на логичность, а также выстраивания причинно-следственных связей. Ну, об этом мы всем еще поговорим чуть ниже в слайдах. И про барабан, буфер, веревку, наверное, тоже поговорим, хотя это больше про вторую книгу «Цель 2». Сейчас самой важной нашей задачей является уже на первом факте понять, что такое для нас самая главная задача всего производственного процесса. Задача простая — делать деньги. Поскольку цель производства заключается в получении прибыли, и поэтому для того, чтобы успешно управлять компанией, Ильяху говорит, что вы полагаетесь на следующие показатели. Это выработка, запасы и операционные расходы. Выработка подразумевает скорость реализации изготовленной продукции и, собственно, то, насколько быстро вы можете отдавать конечный продукт. Запасы — это деньги в виде товаров или... Ну, чаще всего это деньги в виде товаров или каких-то деталей. Если вы товары не продаете вовремя, то компания отдаляется от цели. И операционные расходы — это зарплаты рабочих, оплаты доставки, погрузки, все то, что так или иначе окружает вашу деятельность, деятельность вашего бизнеса. Так вот, Голдерат утверждает, что для продуктивной деятельности производства нужно стремиться к увеличению выработки, при этом снижать запасы и текущие расходы. Если вместо выработки представить единицу произведенной интеллектуальной продукции, ну, то есть, что это не завод, то запасы — это время сотрудников, не проданное в виде финального продукта, и представить операционные расходы как всю совокупность ваших текущих затрат, то вот все эти показатели будут справедливы для любого сервисного бизнеса, который не занимается производством, занимается продажей или перепродажей. При этом помните о перераспределении труда. Третий факт из книги. Избыточные запасы появляются из-за неодинаковой продуктивности отделов, говорит нам Ильяху, и, например, из-за того, что одно подразделение изготовило детали, а другое их не может собрать уже в конечный какой-то продукт или в крупный узел, это тормозит выработку, деньги вложены, прибыли нет, и вместо сокращения персонала, который простаивает из-за того, что у вас есть узкое какое-то горлышко, то вам нужно всего лишь организовать ротацию по производственной необходимости. Начинать этот процесс нужно вот как раз с этого самого узкого горлышка, нужно искать узкие места в цепочках действий ваших сотрудников, и при этом отказаться от идей увольнять их. Четвертый факт, увольнение не поможет, если у вас наметилась вот эта вот самая проблема, она есть практически в любом производственном процессе, вообще в любом бизнес-процессе есть проблема узкого горлышка или узкого места, как называет его Ильяху. Так вот, увольнение вам не поможет, потому что, ну, чаще всего мы говорим, что для того, чтобы получить прибыль, нам нужно сократить операционные расходы, и одна из самых значимых составляющих этих операционных расходов – это оплата труда. И переизбыток запасов требует дополнительных каких-то вложений на доставку и хранение, и поэтому мы чаще всего, как руководители, пытаемся уменьшить вот это самое перепроизводство путем сокращения персонала, чтобы у нас не было большого количества товаров накопленного, которые мы не можем по каким-то причинам сейчас здесь и сейчас продать, и не плодить его заново, еще мы увольняем людей. И, ну, Ильяху говорит, что это неправильно, потому что нужно стремиться к сокращению запасов путем увеличения продаж, что, ну, в общем-то, в целом, наверное, очевидно. Единственный нюанс, который делает эту книгу поистине гениальной, он говорит о том, что это нужно и можно делать, во-первых, на текущих мощностях, которые у вас есть, а во-вторых, не увеличивая маркетинговые активности, то есть вы не докупаете новое оборудование, не запускаете рекламные кампании, вы только перераспределяете ресурсы, которые уже имеются в вашем распоряжении, и при этом не увольняете людей. Как только вы осознаете, что это нужно делать и начнете этот процесс, то вам на помощь придет также правило правильной цены. Правило правильной цены, пятый факт из книги, гласит о том, что стоимость продукции, она, как мы все знаем, формируется рынком, и чтобы производство было прибыльным, выставляемая цена должна покрывать связанный капитал, операционные расходы на единицу товара. Это очевидная вещь, то есть вы что потратили, плюс какую-то маржу заложили, и вот это и есть цена, но при этом она диктуется кривой спроса и кривой предложения. Теория ограничений и пример из книги, там есть пример с поставкой крупной партии по стоимости, которая почти в два раза ниже рыночной, которую раньше никому эту стоимость не предлагали, но отгрузили крупному оптовому покупателю по этой цене, и он впоследствии заключил многомиллионную сделку. Вот именно этот пример показывает нам, что правильная цена, она формируется и может быть существенно ниже вашей текущей за счет перенастройки всех производственных процессов. И одно это, помноженное на увеличившуюся скорость производства, станет вашим конкурентным преимуществом, позволяющим легко обойти любых из ваших коллег на этом пути. И удивительно, что в книге всему этому предшествовал поход главного героя с детьми в лес, где ему открылось вот это вот новое дивное знание, которое оформлено в шестой факт, медленный ходок или модель бойскаутов. Они пошли в поход, и в походе с детьми планомерное движение отряда вперед и движение к цели в виде перемещения с точки А в точку Б, оно зависит от скорости, во-первых, каждого участника, а во-вторых, от скорости, насколько быстро последний из участников попадает в эту самую точку Б, из тех, кто замыкает цепочку детей, идущих на полянку возле водопада. Вот этот пример показал, что и выработка всего завода, она зависит от работы самого слабого звена. Для повышения прибыльности компании необходимо определить проблемное место и рационально организовать работу, потому что в этом и заключается, собственно, поиск узких мест с последующим устранением этих самых узких мест. В этом седьмой факт из книги и, наверное, одна из основных задач любого менеджера. Узкое место — это действие, событие, процесс, который ограничивает всю систему. И с целью повышения производительности вы можете применить один из двух вариантов. Вы можете полноценно использовать рабочее время слабого звена, то есть загружать его максимально, это узкое место, а не какой-то промежуток времени. А второе — переложить некоторые задачи слабого звена на сильные звенья, то есть перераспределить процесс. Ключевой момент заключается в том, что стоимость простоя одного станка в узком месте — это стоимость простоя всей системы, всего завода. И это стоимость не стоимость выработки этим станком какой-то детали, а это миллионы долларов, потому что вся система, все десятки, сотни, тысячи людей завязаны именно на этом узком месте. Если вы пилите стартап маленький, и ваш программист задерживает какие-то апдейты продукта, то стоимость этой задержки — это зарплата абсолютно всех участников стартапа, потому что программист в этот момент и есть узкое место, из-за которого притормаживается весь процесс, и все участники других сегментов ожидают прохождения вот этого вот узкого места. Поэтому все ресурсы системы должны быть оптимизированы. И, ну, собственно, фундаментальный принцип деятельности любой организации — это синхронные усилия. Роль отдельного сотрудника зависит от работы всей команды. Вообще понятие кочующих слабых мест довольно распространенное в современном бизнесе явление, и поэтому народное творчество, наверное, задолго до формулировки в бизнесовой оформило его в пословицу «одно лечим, другое калечим». Это все потому, что всегда и везде вас будут сопровождать системные ограничения. Восьмой факт из книги. Любой эффект имеет первопричину. Это вот и есть, собственно, системное ограничение. Концентрация на приоритете — не одно и то же, что идентификация сути проблемы. То есть вы можете быть сконцентрированы сколько угодно на приоритете, но пока вы не идентифицируете, в чем ваша основная проблема, ничего не заработает. И поэтому менеджер должен заниматься планированием позитивных изменений, а не только реагировать на произошедшее событие. В этом заключается проактивность мышления, когда вы, заглядывая на несколько дней, недель, месяцев наперед, можете перенастроить в голове процессы и дать посыл, импульс к перенастройке процессов в реальности, чтобы быть гибким, способным к изменениям настолько, чтобы предвосхищать появление новых узких мест. Потому что как только вы наладите одно узкое место, у вас возрастет, например, производство, вам нужно будет отгрожать гораздо больше, и у вас совершенно логично и закономерно образуется узкое место в другом сегменте производственного процесса. Всю эту работу можно уложить в единый алгоритм повышения эффективности. Девятый факт из книги. Он формируется из пяти основных этапов. Первое. Вы определяете системные ограничения, которые у вас есть. Потом принимаете решение о способе использования этих ограничений, то есть как вы с ними будете взаимодействовать. Согласовываете новое решение со всей системой. Внимательно следите за тем, чтобы до каждого участника было донесено, как, что, в какой последовательности он должен делать в новых условиях. И повышаете пропускную способность ограничений. Иными словами, расширяете вот это вот ваше узкое место. Потом переходите на пункт 1, если текущее ограничение устранено, где-нибудь уже в следующем сегменте, где образовывается новое узкое место. Задача любого менеджера как раз заключается в том, чтобы раз за разом проходить весь этот цикл на различных участках производственного или любого иного бизнес-процесса и увязывать вот эти разнолоскутные кусочки в одно одеяло. Получается, что цель истинная, финальная, цель любого успешного предприятия, любого успешного бизнеса, любого успешного менеджера – это процесс непрерывных улучшений. Собственно, то, что было вынесено в заголовок на обложку книги и то, что вы могли уже слышать в методе кайдзен, так широко применяемом в японских корпорациях. Это особенно, кстати, забавно, что производственники штатов, которые в книге приводятся как образец неэффективного управления вот в эти 80-е годы, их как раз в этот момент теснили на рынке именно японцы, давно и успешно исповедующие принцип непрерывных микроулучшений. Такие вот дела. Ну и десятый факт – дань тому, что это все-таки роман управления отношениями как производством. Как бы ужасно вместе с этой картинкой это не звучало и не выглядело, но методы управления бизнесом, которые были представлены в книге, они могут применяться и в бытовых отношениях. Также необходимо определять главную цель. В браке люди точно также должны давать друг другу то, чего не хватает для беспрерывной, системной, слаженной работы, именуемой «счастливая жизнь» и создавая при этом баланс. Когда Алекс, главный герой книги, это понял, у него все наладилось, жена вернулась, а брак снова стал счастливым. Десять быстрых фактов, уж не знаю, насколько они были в этот раз быстрыми. Впереди еще немножко кьянти и три задачи из книги. Задачи всегда записываем в букнот, буква.инфо. Там можно все про него прочитать. Это было окно для осознанного чтения, которое мы придумали в «Читай быстро». Его суть в том, чтобы по ходу книги у вас всегда под рукой было удобное такое вот место, в которое вы будете записывать основные мысли, факты, забавные цитаты из книги, и на основании их потом формулировать задачи. Задачи — это обязательно этап в чтении любой нонфикшн-литературы, для того чтобы выжимать из каждой прочитанной книги максимум полезности, не только просто размышления и факты, но и то, что вы, скорее всего, пойдете и сделаете после того, когда читаете книгу, для того чтобы жизнь ваша, ваш бизнес, окружающий мир стал чуточку лучше. Таким образом получается, что из каждой книги вы максимум полезной информации можете изъять. Если у вас нет букнота, вы можете записывать это где угодно, в тетрадке, в любом другом блокноте, в телефоне. Лучше всего, если вы будете писать от руки. Во-первых, вы, наверное, давно уже не писали от руки. Во-вторых, это неплохая гимнастика для мозга, микродвижения и всякие прочие другие нейроны. Я записал такие три основных задачи из книги «Цель». Значит, все важные процессы внутри компании должны быть описаны, процедуры стандартизированы, а цель ясна для всех участников процесса. Очень важно, чтобы цель отличалась от миссии, и важно, чтобы все понимали, чем цель отличается от миссии. Второе, возможность захватить рынок без увеличения маркетингового бюджета и дополнительных инвестиций существует. Нужно пересмотреть, что внутри работает не на полную мощность, где есть узкие места, что можно перенастроить. И стоимость узкого горлышка – это простой всего бизнеса и огромная недополученная прибыль. Важно это понимать, когда вы думаете, что да и бог с ним, что сегодня полдня дизайнер, программист или кто-нибудь недостаточно быстро выполнял свою работу. Ну и третье, это цитата классика Михаила Михайловича Жванецкого о том, что ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить. Цель заключается в том, чтобы процессы внутри компании непрерывно улучшались. Нельзя замахиваться сразу на глобальные изменения, но можно и нужно уже завтра прийти и изменить маленький кусочек, который вас беспокоит, и уже через год, согласно вот этой вот теории Кайдзена, вы не узнаете свою компанию. Таким был Голдород, таким была книга «Цель. Процесс непрерывного совершенствования», таким был «Читай быстро» на этой неделе. Буква.инфо, подписывайтесь на канал обязательно, если еще этого не сделали, ставьте палец вверх, можете комментарий какой-нибудь написать. Если захотите проверить скорость и осознанность чтения, буква.инфо, слэжерапид, там будет инструмент бесплатный, читайте текст, отвечайте на вопросы, получайте сертификат и советы по увеличению вашей скорости и осознанности чтения. Блокнот для осознанного чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты, куча всяких статей про софт-скиллы, новая рубрика «Люди и книги», кстати. И все остальное у нас на блоге буква.инфо, слэж блог, который можно уже давным-давно добавить себе в закладки. Ну и буква.инфо, инстаграм, в котором время от времени появляются микрообзоры по две минуты и какие-нибудь красивые фоточки. Через неделю новый я, новая вы, какая-нибудь новая книга. Читайте книги, слушайтесь, маму. Хорошего вам дня. Пока.